Добрый день! Христос воскрес! Поистину воскрес! Геннадий Тихович, я на минуту, а вы в 6 вечера где-то по вашему, по Барнаульскому, дома будете? Да, дома. Вот, или в 6, вот так в 7 часов дома, да? Да. Потому что ко мне приедут с телевидения, будут снимать фильм там о том, как правильно болеть и умирать, ну, как вы говорите. Вот. Ну, там в фильме будут участвовать и священник, духовник мой, в общем, будут нейрохирурги там, которые оперировали меня. Вот. Я хотел бы, чтобы вы тоже там сказали слово, ну, чтобы было все лаконично и кратко, потому что фильм будет всего на 20-30 минут, он будет короткий, но он будет показан во всем мире. И там буквально, чтобы на одну минуту вы могли сказать что-то о жизни и смерти. Ну, вы определенно попросите сколько, чтобы дали не меньше двух минут. Да, ну, это они дадут, как бы, ну, мы, они же потом будут сделать, делать подборку, то есть там будет время у всех ограниченное, очень краткое. Вот. И они, как бы, что-то, что-то такое яркое, самое яркое оттуда выбрать. В общем, ну, там минуты больше они не дадут. Я знаю. Ну, даже за минуту я и то кое-что скажу. Мне главное сказать, места описания, на которые, если они пропустят, люди могут сами уже обратить внимание. Божий взгляд на нашу болезнь и на нашу смерть. Сейчас много людей, как говорится, у таких инвалидов, они не дают им умирать, они их вытаскивают, в общем, и дают им жить. Они живут, эти инвалиды, они же опять же стянают, они хотят смерти. Вот. Они жить не хотят, потому что не понимают ничего, они живут, не находят, как бы, выхода из своего положения. Вот. И конкретно для этих людей будет делаться этот фильм, чтобы, как бы, научить людей болеть. Вот. Подготовить их, можно сказать, к этому положению. Потому что очень серьезных... Ну, это я сам прошел, как говорится. Первые два года, вот, к примеру, у кого-то так на три года затягивается. Вот это реабилитация. Не реабилитация, а вот, как бы, состояние перехода, осознание, что ты был здоровым человеком. Ну, кому-то года хватает, кому-то полгода хватает, а у кого-то и на десять лет затягивает, что они не могут смириться с тем, что они лежат. Вот. И им бы, как бы, вот, наставление такое. Хорошо. Сегодня на собрании, в самом начале, там, батюшка, вашу икону показывал и все рассказывал про вас. Человек, который, скажем, что совсем парализованный, руки не двигаются, только так вот, может, чуть-чуть так вот рукой двигается. Лежит. Сколько лет уже он лежит? Двенадцать лет. Двенадцать лет лежит на подселе. Не вставаясь, он сам перевернуться не может. Страшные боли ежедневно терпит. И вот он делает такие вот иконы. Чтобы написать вот это все краски, он говорит, что некоторые десятки тысяч раз ему нужно сделать движение мышкой. У вас столько молитвенников, вообразить нельзя? Ну, благодаря, я же говорю, я благодаря этим молитвенникам и живу, и выкарабкиваюсь, выбираюсь из таких положений-то из всяких. Вот. Она же камни, вот возьмите камни эти почечные, это же, это нереальное просто, как говорится, от них очень многие шейники умирают вот от почечных вот этих. Просто почка останавливается, и все, и прекращается, и сердечная деятельность, и все. Видите, а они у меня сами выходят по два сантиметра. Вот возьмите ноготь большого пальца, да, вот посмотрите на свой ноготь большого пальца, вот такие камни у меня выходили сами, они, понимаете? То есть больных их оперируют, им даже почки отрезают вот из-за таких камней. А они у меня сами выходили самостоятельно. Представляете, вот через канал, мочеточный канал, чего там он канал, а через него идет камень на два сантиметра. Он такой, как ежик, он иголки там на нем, вот такие вот острые. Я сниму рубаху, вот покажу свое, то есть голое тело там, вот покажу места там, где пролежни у меня были. У меня там огромные шрамы такие синие, в общем, ну на этих местах были пролежни. У меня как бы пролежни туда, целую руку можно было засунуть, до костей такие пролежни были. Ужас. И сейчас вот как я лежу, что уже вот сколько лет я лежу, и я могу двое суток не поворачиваться, у меня вот нет ни одного пролежни, вот к примеру. Вот, то есть, что Господь творит поверье, когда начинаешь с Богом жить, когда начинаешь уповать на Бога. Вот, и вокруг, когда тебе много таких молитвенников, что Господь просто эти болезни как бы он смягчает. Да. А я же вам еще зимой говорил, что у меня есть как бы такая вот мечта снять фильм, вот о том, как правильно, как вы сказали, как правильно учиться болеть и умирать. И у меня вот живу этой мыслью, как правильно болеть и умирать. И вот в одну ночь мне Господь просто озаряет, все, начинай, Он просто Господь благословляет, начинай. И я утром просыпаюсь и начинаю, и все, это буквально за 10 дней это все решилось. Да. Первое место в России. Я, конечно, ничего не платил, но и я не получал. А мне говорят, вы теперь, наверное, миллионер. Они вам, я говорю, ни копейки мне никто не дал. Это не моя идея была, и они сами сняли. Ну, то я согласился. Мне это не повредило. Те фильмы, они как бы были, они действительно как пробуждение после той России, в общем, коммунистической России. И они были как такие звон колоколов. Я вот тоже жалею о том, что нельзя их восстановить в первоначальном образе и показать людям в хорошем качестве их. Вот что плохо. Режиссер поехал в Москву, Кузнецов Владимир Сергеевич, и попросил. Он, режиссер, без него-то ничего бы и не было. Они его запросили, кажется, 150 тысяч. Ну, я вот что думаю, может быть, и как-то, может быть, и собрать денег этих, вот, чтобы выкупить эти фильмы, и чтобы нам показать людям в хорошем качестве их. Так они не фильмы, а только снять с них копию столько стоит. Ну, снять копию, мы и снимем копию, но она будет копией в хорошем качестве. Не надо, копяки, не надо. Мы идем вперед. У нас и сегодня вот какое было собрание. Вчера тут один малыш Роман зашел, какая была беседа. Да это стоит целого фильма. Не надо. Что Бог дал, то дал. Маленько видно, главное-то слышно, о чем я говорю. Конечно, на самом перепуте, когда перелом был, это что-то стоило. Тут самый большой кинотеатр мира, около вокзала, и там была у нас Юдина Зоя Павловна, директор. Она с мужем была, и когда первая премьера там была, а я вышел с режиссером, она говорит, я сидела, у меня вот так зубы стучали. Я думал, меня арестуют в зале. В народе-то страх был какой. Я прямо говорил о коммунистах, фильм один еще назывался «Глаз вопиющего» или «Второе крещение Руси». Как раз о крещении, как у нас в озере кресят. Вот, это другой режиссер Малашин был. И он вот так, видимо, не угодил там, что внезапно он скончался, когда снимал Шушинскую ЭГЭС. Он ездил с патриархом Алексеем Вторым, единственный режиссер. Но фильм-то поставил не в их пользу. Он сделал так, как будто патриарх говорит об одном деле, а потом я говорю, как будто мы за одним столом сидим. О Ленине. Вот такое дело. Так что я знаю, это непростое дело, но платить ни копейки не платил. Никогда и никому и нигде. Хотя священники в алтарях прямо говорят, Лапкин Игнатий закупил на американские доллары всю прессу, телевидение. А при чем тут я в Потеряевке? В это время звонит немецкое телевидение. Разрешение просят приехать. В это время звонит друг Останкина. Приехала директор Кэстенского института, просится к вам. Можа нет приехать, но она приехала. Хорошую статью Ксения Деннан дала. Я вообще нигде связи не имею и никого не просил и нигде не платил. Людям просто интересно это. Потому что все оно необычно. Они обычно в чем заключаются? В свободе духа. Где дух Господень, там свобода. Они священники-то учатся. Они более, да ничего, более. Со мной сравнивать не надо. У меня нуля образования. Это нуль. У меня никакого нет образования. А у него академия. А он только крутит, вертит умом, чтобы не делать дело Божие. Это я вижу, написано, я говорю. И это привлекает людей. Это открытость, доверие Богу. Суть-то вот в чем. Я, конечно, скажу. Но скажите, если вы платите, я просто прошу, чтобы они не урезали божественность, что я скажу. Иначе там смысла-то никакого нет. Я засчитаю места Писания с кратким толкованием. На что в одну минуту? Вы им скажите, дайте две минуты. Иначе я не успею просто сказать. Надо же о смерти, о болезни сказать. И сказать на основании Писания. Я буду еще на часы смотреть. Я не захвачу больше. И мне дайте знать, что хватит, чтобы не резали. Да, действительно, это очень, очень важный момент в жизни человечества. Научиться болеть. Не будет стону. Не будет недовольства. Не будет самоубийств. Автаназии. Ничего не будет. Э, только уметь болеть. Вот как. А уж умирать в мире. Так этого вообще они не знают этого. Готов наследовать за Христом. Конечно, тут наиглавнейший пример для нас апостол Павел. Желаю разрешиться и быть со Христом, что несравненно лучше. Желаю уйти из этой жизни. Но для вас важнее, чтобы я еще остался. А жития святых, когда считаешь, там небеса кропят. Они прямо искали смерти, как Георгий Победоносец, Екатерина, Великомученица, Варвара. Их ничем нельзя было остановить. Любовь. Они желали разрешиться быть на небе, чем на этой грешной земле. Тут я сколько сказал-то. Уже я не вмещусь. Я скажу только Писанием. Я хочу взять сразу. Уже ты сказал только. У меня сразу всплыло царь Аса. Был болен ногами. У тебя похоже, у тебя ноги-то тоже недвижимые. И он взыскал врачей, а не Господа. Видите как? И зачем бы эта церковь подчеркивала? Хотя Лука был врач. Златоус искал, когда был в ссылке, написано, искал я лучших врачей. Лучшие там лекарства присылали ему. Олимпиада старалась. Там одна деканиса. А может быть, из Иова что-нибудь? Иова, да, да. Ну, понимаешь, минута, это немыслимо, ничего сказать. Когда я на кафедры восхожу, где-то там на конгрессах, бывают где-то какие-то колоквием и вызывают. Всем по 10 минут, мне 5. Это уже все знают. Но я за 5 минут успеваю им сказать столько, что передо мной 10 по 10 минут, их как будто не бывало. Почему? Мещ божий, обоюдоострый. На 2 минуты, я думаю, я их уломаю на 2 минуты. А я сейчас начну готовиться. Да, вот еще что. Володя сегодня уезжает. Он сегодня был в ведущей собрании. Сейчас пошел. Он не будет снимать, а его будут снимать на благовестие. Потом он где за больным ухаживал, поведет ребят туда, Никиту и Сергея. То есть он уезжает. Там срочно надо помощь. А Никиту на неделю задержали здесь с документами, там, это, ну, визовая служба и прочее. Пока все нормально. Он уезжает на совсем, на все. До октября. Пусть, пусть как он приедет туда, мне надо будет с ними связаться, с Виктором, пусть они свяжутся. Потому что нам нужно будет договориться, эту антенну установить нам надо будет. Вот. Потому что это надо решить поскорее, этот момент. Хорошо. Только выходить-то через Лену, наверное, у ней настоящее там идет. Не надо через Лену выходить. У Виктора нормальный интернет. Он с Жанной общается. Свяжемся. Ну, ладно. Он с Францией, Виктор, с Францией общается нормально. Он, наверное, так сильно желает, что пережигает все препятствия. Ну, пусть и с нами пожелает. Ладно, ладно, ладно. Мы вот сейчас вчера один тоже крещение принимать нигде не может и тоже приехать к крещению издалека. Я сегодня-то сказал, что как же, когда были два рядом священника из Московской Патриархии, отец Иоанн Суворов и батюшка, то что уже им не сказали-то? Можно было ей крестить? Даже никому в ум не пришло. Да. С тобой на дому были-то какие батюшки, ни в чем не завинные, не сребролюбивые. То есть, ну, наши люди-то. А мне даже в голову не пришло, видите. И я ничего не сказал. Я только сегодня во время собрания мысли туда ворохнулся, да даже на занятиях, не на собрания. Ну, что-то Господь усматривает еще. Ну, я там в деревне у нас есть, рядом соседняя деревня. И вроде я еще с ним не знаком, но мне сердце подсказывает, что он такой, ну, благосклонный такой священник-то, что он, я думаю, я его уговорю. Ну, да. Я прослушал еще на два раза, где мы с отцом Петром Михайловым говорил. Ну, как ты украсил-то чудесные фотографии, как у нас крещение идет. Иларионов ставил чудесно. Ну, понятно, высший класс для нас это есть. Но я прослушал еще один раз, у них ничего нету, ничего. Только одно не дело, дело Божье. Больше ничего тут нету. И кто бы не смотрел, а который выступает за, вот он сказал хорошо, это его паства. Или такие же, такими же попами обмануты. Им нравится это. Игнатий, сейчас мне звонят, секунду. Все. Алло. Да, да, Андрей, да. Да, удобно. Ну, давай, давай в скайп в понедельник, вот как договорились, чтобы мы с тобой тет-а-тет уже дали. Хорошо, брат. Ну, все, я жду-то, но ты мне... Да, хорошо. Все. Ага. Все, с Богом. Да, Сергей, мне почему-то известно, фильмы и документальность, это фильм, не просто так. Он 45 минут. Все фильмы документальные по 45 минут. Почему они вам 20-то минут? Не, не 20 минут, там, видите, как получится. Ну, это мы уже сами рассчитали, как, ну, я с ним... А кто знает, а может, мы его и растянемся. Видите, там хотят они и постановочный сюжет сделать. Вроде будут такие актеры, которые вот сыграют меня и сыграют людей, которые меня откачивали, допустим. Как я прыгнул в воду, там меня достали, уже синий труп там загримирует человека, как уже откачивают его. Вот. И, как бы, я сыграю пример, вот, ну, можно сказать, человека, который не сетует на свою болезнь, а благодарит Богу за болезнь. Вот. Ну, это большое дело. Это огонь, переплавляющий все. А тут, видите, оно, вот, оно как закрутилось. Это, вот, сейчас звонит человек, который мне дает, вот, телефон главного нейрохирурга Воронежа. Он православный, у него тысячи операций. К нему сейчас едут со всего мира тоже люди. У него очень много успешных операций. Вот. Вот. И он тоже, я хотел бы, чтобы он дал вот такие комментарии, а на группах телевизионщиков поэт к нему, и чтобы он дал там свои тоже комментарии. Ну, видите, там будут разные стороны, в общем, участвовать. Видите, у людей сегодня даже в зачаточном состоянии нет того, что говорит Библия. Они даже говорят иногда правильно, но не ссылаясь на Библию, они все внимание обращают на человека. Но это не... Бог-то этого не хочет. Он хочет, чтобы во всем люди поняли свое ничтожество. Ты сам не мог родиться, ты сам аварию не мог совершить, просто так, если бы Бог не допустил. И не мог ты лежать, и ты не мог, чтобы не сгнил за это время. И поэтому мне слава, и славы моей никому иному не дам, Господь говорит. А люди начинают меркой мерить. Бог там вот и ищет славу. Они не понимают, несмотря ни на что, мы должны доложить людям. Вот так говорит Святая Библия. Вот так. И будет только так. Будет так. Будут язвы, сжечь людей. Они будут хулить Бога за это. Откровение написано. Я это хочу сказать. И сегодня они такие и есть. Ну, вот все знают. Вот такой был вратарь Яшин. Вот заряди там, ты увидишь, какой он прекрасный-то. Но все, он болел, что-то дальше-то не говорят. Это говорит Владимир Георгиевич Жданов, этот председатель международной борьбы против алкоголизма. И он говорит, сначала ему одну ногу отрезали, он курил. Дальше вторую ногу отрезали, потом руку, потом вторую. И он умер. Но курить не бросил. Болезнь-то привлекли себе грехами своими, писание говорит-то. А кто согрешил, он или родители? Не он, не родители. А сегодня можно сказать, и он, и родители. Сегодня-то сказать нельзя. Господь сказал об еврейском ребенке-то, который с детства был посвящен Богу, обрезан, то есть правильно крещен по сегодняшнему сказать-то. Это не был сын Пилата или Ирода. Сегодня-то какое? Родители сифилитишные, ребенок еще в утробе матери с сифилисом болеет, рождается, приговоренный. Кто это знал? Таких случаев даже не было никогда в России. Вообще не было. Сегодня Виктор Андреевич у нас на собрании засчитал, как воспитывали детей раньше, раньше в России. Ну, хорошая статья в интернете взял, но мы все подтвердили, у нас именно так и воспитывали. Жвачка, хлеб нажуют, в марлю, в рот, рог коровы, а на него сиську от коровы, и молока туда и соси. Ну, жвачка из меня даже, но я тоже жевал такую. И там все так написано. И они считают, что Маятос водился с ребятишками. У нас 12 ребятишек, понятно, что мы знаем, что такое водиться. Пружины не было, березовая, жердь такая, она называлась отчип. Она кащает так, а конец-то у ней амортизирует и все. Не умеют люди ничего сегодня этого делать. Все что-то требуется, игрушками заваливают. А игрушки какие, еще под руками было, то и игрушка, стакан, чашка. Они им не нужны, они детям уже не нужны, эти игрушки. Они их мешками покупают и мешками их выбрасывают, эти игрушки. Ими дети не играют уже, они им не интересны. Абсолютно. У нас, говорит, у меня, говорит, мать пойдет, а там отрезаны такие щурочки были. Две щурочки, говорит, она подтяжки свои бросит, говорит, я целый день играю. Ну ты их подготовь, скажи, этот человек не может уложиться в одну минуту, и поэтому нужно не меньше двух, никак. Потому что я засчитаю места писания с краткой-скраткой аннотацией на это. В этом вся суть фильма будет. Я вот от себя попрошу, вот не только зачитаю, вы еще скажите своими словами, что вот, к примеру, был такой многострадальный Ио, в котором Господь тоже болезнь для испытаний ему послал. И как он реагировал на это? От себя еще что-то скажите. Я это и так и скажу, я скажу, но кто это дал мне? Я должен сослаться на Златоуса, мыслей не было. Ну да, да. Как он, что делал в это время, как все против него было, и как Бог благословил, в два раза больше дал, что у него было. Благодарение открывает врата неба. Вот больным-то что нужно? Да. Геннадий Тихович, у нас с камеры тут некоторые неполадки вышли, так что прошу прощения за задержку. Вот. Ну, у нас, в общем, все готово. Вот оператор снимает. Геннадий Тихович, мы вот хотели бы услышать, что вы можете сказать нам в научении, как нам научиться правильно варить? Ну, в первую очередь, надо узнать, как человек сотворен, что он в раю был бессмертный. Но премудрость Соломона, 2.24, говорится, «Но с завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее принадлежащее к уделу его». То есть смерть – это нарушение главного, что было сотворено Богом бессмертным. Бытие 2.17 говорится в Святой Библии. «А дерево, познание, добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть человек вкусил, стал смертным, а смерть приходит не сразу, болезни появляются. Премудрость Соломона, 1.12, написано, «Не ускоряйтесь в смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. Нечестивые привлекли ее и руками, и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с ней, ибо они достойны быть ее жребием». То есть я показываю, откуда идут болезни, от греха. Почему ученики спросили, видя слепорожденного, кто согрешил, он или родители? К болезни надо относиться как к посланнице перед смертью от Бога. Евангелие от Иоанна 8, 51 написано, «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Ну, евреи за это ухватились, что Христос неправду говорит. Соблюдет Слово Христово заповеди, тот не увидит смерти вовек. И вот мы считаем книгу Иова, 2 глава, 7 стих. «И отошел сатана от лица Господня, и поразил Иова проказою лютою, от подошвы ноги его, по самая темя его». Проказа лепра и по сегодняшний день считается неисцелимой во многих случаях. Хотя Медсуда Японец какую-то вакцину изобрел лет 20 назад. И что? А это по повышению Божию. Вот с человеком что случается, Бог знает, как он бы жил, если бы не болел. А в болезни он другой, он раскаивается. И вот Ев пришел к сознанию, что Господь, и дальше говорит, как это все шло, какая победа. Он скоблил себя черепком, кожа у него распадалась, голые ребра были. И два раза он нападал на него, а третий раз не появился. Ян Затаус говорит, «И между ребер, как между стропилами, засияло солнце любви, сердце Иова. И сатана закрыл лицо руками и бежал. И отошел сатана от... А как избавиться? Смертью Иисуса Христа. Исайя 53.3 Он был, Христос, презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. То есть Христос умер за нас, чтобы освободить нас. А как же тогда болезнь? От смерти, а не от болезни. Болезни Господь посылает и исцеляет, когда нужно. Евангелист Иоанн, первое послание 3.14, говорит, «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти». Вот сегодня в смерти и Россия, и Украина пребывают. Православные ненавидят друг друга. В первом послании Фессалоникийцам 5.18 считаем, «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Каждый день благодари за здоровье и за болезнь». В данный момент я не болею, но я благодарю Бога и за болезни, какие были, и какие придут. В 4 книге Царств 15.5 говорится, «И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня своей смерти, и жил в отдельном доме». Господь поражает, и он исцеляет. Почему мы молимся о здравии? В 1 послании Петра 4.1 написано, «И так как Христос пострадал за нас плотью, телом на кресте, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Любил танцевать, нога болеет, и не пойдешь. Преступник любил там руками махать, заболел, руку отрезал, он не пойдет дальше. Страдающий плотью перестает грешить». Филиппийцам 1.22-24. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться, то есть умереть и быть со Христом». Нас тело еще отделяет, потому что это несравненно лучше. А оставаться в плоти нужнее для вас. Ни один безбожник, ни один коммунист этого сказать не может. Филиппийцам 1.21. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». В латышском языке написано «Ут наавенес ауглюс». Смерть несет плоды. А какие плоды? А что ты делал? Тайно милостью не подавал. Это все со смертью приходит. Почему верующие? Они жаждали умереть за Христа, как Георгий Победоносец, Варвара Великомущеница, Екатерина и другие. Это тысячи и тысячи. У пророка Осии написано 13.14. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня, то есть, что Бог помиловал, что за нас умер Христос. Он вне наши болезни и страдания все взял на себя». Мы-то какие страдания терпим? Временные. У Сирахова написано так, 8.11. «Не малодушиствуй в молитве твоей и не пренебрегай подавать милостыню». Тебя Бог любит, подавай милостыню, и Бог все усмотрит. Он усмотрит, потому что у Бога все это вымерено. И в Откровении, мы считаем 21.4, «И отрет Бог всякую слезу, сочей их, и смерти не будет уже ни плаща, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Почему? Серафим Саровский говорит, «Вот если бы вся эта комната, где ты лежишь, была наполнена червями, и все черви тебя бы грызли, прогрызали во всех направлениях, ну немножко, так лет сто, стоило претерпеть ради вечной радости». Вот все. Второе паралипоминон 16.12. «И сделал Сааса болен ногами, на 1939 году царствование своей болезни, его поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Хотя врачом был евангелист Лука, благоразумный человек обращается к врачам, но однако на первом месте это Господь. Мы молимся за хирурга, чтобы камни из почек вышли. Вот у нас только вчера сделали сестре две операции на одной почке. Почку сохранили. Это от Бога. Игнат Тихонович, вот, значит, такой вопрос в заключении. Меня тоже сейчас спрашивали об этом. С чего начать человеку, попавшему в тяжелую болезнь? На что ему конкретно обратить свое внимание? Исследуйте самих себя. Верили вы. Человек верующий, он сразу находит причину, хотя бы начаток причины. Не просто так, виноват-то тот-то, виноват я. Вот с этого начинать. Что такое покаяние? Это гнев, направленный вовнутрь. Почему со мной это случилось? Вот женщины бывают, ноги у них там эти косточки вырастают. Я говорю, ты любила танцевать? Любила, ну и молчи теперь. Голова болит. Ходила без платка? Ходила. Тебе ради тут все сыпалось на голову-то. Ты маленько глянь, как ты жила. И все. Начинает ребенок, коллега. Да перед ребенком-то, или один ребенок, он не слушается, болеют от него все. А сколько абортов было? Теперь он мстит за убитых. У нас ответ-то простой. Исследуй самого себя. Верили ты. Вот откуда надо начинать о любой болячке. Да, это ответ полноценный. Я думаю, достаточно на этом, Инатий Тихович. Я потом вечерком или завтра тогда перезвоню вам. А вы смотрите, что я выставляю, где вы участвуете в записи, обрабатываете вы, как вы сказали. Наш разговор я выставлю под замок. Все, это я сегодня вечером займусь этим. Все, Инатий Тихович, с Богом. С Богом. Спаси Христос всех вас. Помоги Господи.